приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня второе видео под названием взращивание воспитания детей в истине о вечности свободе и любви предыдущем видео я надеюсь вы посмотрели я говорил о том что мы с вами поговорим при при теме воспитания детей поделим ее на два больших раздела 1 это взращивание тела забота теле попечения теле и 2 это вот как раз сегодняшнее видео это воспитание так называют в предыдущем видео поговорили и об образовании то есть об умовых знаниях казалось бы эту область невидимого да но мы поговорили с вами о тех знаниях которые и нужны по сути чтобы добывать какое-то себе пропитание и заботиться вот об этом временном смертном теле когда мы попадем снова с вами вечность в небесное царство другими словами тот потерянный рай который мы когда-то потеряли там уже наше тело не будет иметь нужду не в одежде не в питье не в еде мы хоть с вами все это и будем делать возможно даже одежду носить есть и пить естественно все это будем делать только для радости мы будем свободно от этих вот нужд то есть мы не будем рабами мы не будем несчастным то что мы можем есть можем не есть и от этого не страдать не умирать и так далее да поэтому все эти знания которых я поговорил своих предыдущих видео с когда мы с вами учимся в так называемых школах средне-специальных образовательных учреждениях высших все это мы с вами все равно делаем того чтобы как бы питать вот эту вот плоть да там я обо всем этом поговорил сегодня же мы поговорим именно о вечных ценностях о том что тело то это растет а что с душой да там то все это и это тело конечно нуждается в заботе но что будет дальше до тела то мы приобретем вечно а в каком ты будешь состоянии можно пойти в муку вечную а можно пойти вечные обители радости да то есть пути то два и опять же даже живя в этой жизни мы с вами живя праведно делаем сами себя счастливыми и испытываем наслаждение а когда мы живем плохо зло злостно до творя злодеяний всякие причиняя кому-то боли страдания мы что мы сами страдаем от этого и так поэтому и каким сказал в предыдущем видео вот нас два столбика да если при начальном рождении человечка в мир появление этого ребенка неважно мальчик или девочки сначала у нас стопроцентная шкала и стопроцентно мы должны заботиться о его теле о душе мы оскать с первых дней ничего что мы можем объяснить грудного младенца но потом с годами наоборот у нас возрастает попечение а теле плоти ребенка у нас с вами уменьшается до нуля можно сказать остальное потом это все виде подарков только помощи с мы хотим чем-то своему ребенку помочь подарить ему а попечение душе должно прийти в стопроцентное состояние то есть да об этом с вами сегодня поговорим я со своего сайта с этой одноименной страничке семья любовь детям и родителям вам буду как всегда что-то зачитывать и своими словами свободе слова все это комментировать и так вас печи воспитание попечения о бессмертной душе как я уже оговаривался знать просто такие в народе у нас есть такие понятия смертное тело бессмертная душа на самом деле как говорил конечно же видим и невидим мир всегда были есть и все будут они не раздельны душа тоже имеет тело всегда мы будем в теле в том или в ином но такие уж правда крылатый в народе ходит поэтому я так тоже пишу вот на самом деле тело тоже будет бессмертным да но мы с вами говорим в частности сейчас от печенья якобы бессмертной такой душе как любят это говорят да и так как мы должны воспитывать свои детей в этом плане сами деятельно сами прежде всего иисус сказал очень важную вещь и в жизни этот закон работает во всех сферах даже просто раз когда мы с вами говорили в образовании там да обо всем этом телесной заботе сотворить и научите это естественный закон жизни прежде чем чему-то учить ты должен сам этому учиться поэтому сами причем не в теории а деятельно познав полноту истины о чем о вечном боге любви и свободе мы что мы обязаны это наш долг родители опекунов как я предыдущих видео говорил не суть важно а по сути даже правильно более слов не родитель то что может быть ваши нерожденные дети неважно вы может быть опекунами усыновленных там детей и дочеренных или приемных то есть дети одним словом да или просто просто работать каких-то таких организациях до домах детских домах там или чем что-то все равно является опекунами тогда ваш долг долг что сделать засвидетельствовать об этой истине детям вам подопечным первое засветить о трех вещах всего истина она из трех сущностей бытия состоит первое это вечность это то что бог бог равно бытие все что существует видим и невидимы все его творение все мы с вами в том числе люди мы все личности в частности как именно мы все с вами вечны в мире ничто не уничтожима абсолютно все лишь меняет свои формы уничтожить абсолютно ничего нельзя вот у меня тут вот у меня тут мышка да ее никак нельзя ее можно что сделать и можно как мышку предмет уничтожить но как материю нет она все равно будет в той или иной форме существовать пусть в роли обломках потом они в землю падут земли опять разложатся человек из земли да будет опять переплавит опять что-то сделает да то есть мы можно можем менять форме уничтожить в бытие что-то вообще невозможно все лишь меняет свои формы даже так называемые черные дыры еще не следуем в космосе где-то где есть вход там обязательно есть выхода так что все что застасывается откуда ведь выходит это уж точно вопрос пока этого не знает в мире ничего уничтожить невозможно все вечно и мы с вами в частности именно личности мы с вами мы лично мы вечны именно как личности мы всегда были есть и будем мы всегда будем себя осознавать мы не растворимся в бытие мы не растворимся в энергии брахма там брахмана или еще чего-нибудь до нирваны мы всегда будем себя ощущать кем-то такой индивидуальной личностью это очень важно порой это свобода мы свободны избирать между любовью и ненавистью добром и злом даже даже перед лицом чего опасности зла мы свободны абсолютно в этом плане никто не способен повлиять на нашу свободу потому мы ответственны и за за свой выбор абсолютно на сто процентов потому что даже перед лицом чего лишение нас какого-либо имущества чего-то материальных ценностей в этом жизни лишение на здоровье вот это вот тело свободы этого тела и даже самой временной жизни то есть лишение вот этого временного тела и так называемой временной жизни это это перед лицом этого мы сам определяемся перед добром и злом добра вольно даже перед страхом этим или перед самим этими событиями и мы в ответе за то что мы выбираем добро или зло но какие бы перед нами не стояли препятствия какая быть чтобы на той чаше весов не лежала как я вам сказал пусть даже наши лишения чего-то материального пусть нас даже отнимают на здоровье нас как-то калечат бьют избивают пытают нас лишают свободы кидая в тюрьмы всех больницы еще куда-то нас убивают причем жесток убивать мучительно смертью распиная на кресте вешая там на дыбах на каких-нибудь растягивая четвертуя мы никогда не должны избирать зло мы всегда должны стоять в истине а истина есть вечность есть свобода есть любовь мы всегда должны стоять в чем в правде в истине в любви это очень важно даже перед лицом таких вот вот вещей и третье это что что бог бытие есть любовь и закон блага бытия 11 это любите быть любимым цель смысл жизни смы вообще возможно только тогда и блага бытие то счастливая жизнь возможно лишь только при этом одном нас хотите двух условиях это когда я люблю я любим любить это очень просто это значит поступать другим так как ты хочешь что поступали с тобой вот и все никогда не таких условиях не делать никому ничего чего-то себе не желаешь вот и все весь закон избирая любовь и более того в чем мотив да и в чем так скажем замкнутость этой любви да и уникальность избирая любовь и добро мы обретаем блаженство сами это очень важно это любовь и добро и делает нас счастливыми избирая ненависть и зло мы сами себе обрекаем на страдания сами себе причиняя боль вот и все этим трем единственным вещам мы должны это не тоже там научить или впихнуть палкой забить своих подопечных до тех тех кто уверен нам по печенье этих детей своих рожденных не своих не важно мы что должны мы просто должны засвидетельствовать об этом раз два три десять сколько будет возможно пятилетним возрасте семилетним в десятилетнем в двенадцатилетним в пятнадцатилетним в двадцатилетнем в сорокалетним нашего ребенка, когда есть возможность, желание, это всегда надо делать. Это очень важно. Давайте поговорим о каждой сущности бытия еще немножечко, чуть больше отдельно. Итак, поговорим с вами о вечности. Кратко, конечно, у меня полно роликов, но вы видите, я хочу в этот ролик вместить. Я вас уже мог, конечно, по каждому пункту отослать просто к плейлистам на моем канале. И просто изучать эти вопросы. Мне хочется в рамках этого видео применимо конкретно к воспитанию детей все-таки все это сказать здесь. Вы как раз убедитесь, насколько это кратко. И хотя бы это в жизни вы должны сделать. Если бытие, о вечности, как мы должны свидетельствовать. Если бытие, личность каждого человека, конечный, уничтожимый, смертный, то все абсолютно бессмысленно. Принятие вечности, а это просто тучность бытия, да, не идти против вражна, это очень важно для каждого человека. Своего ребенка надо с детства воспитывать и доносить, и вкладывать ему в голову по возможности, по своей, только не палкой, а убеждениями, раскрытиями, периодическими повторениями о том, что в простых разговорах это должно всегда у вас быть в речах. И опять же, что значит должно быть? У вас это будет, если вы сами будете это исповедовать и так жить, а значит проповедовать. Это у вас просто будет пересекать все вопросы. Неважно, вы говорите со своим ребенком, с кем-то другим он будет слышать ваши разговоры. Все равно все это будет пронизывать вашу жизнь. Если мир смертен, конечен, в частности моя личность, пусть даже не мир, люди разные что исповедуют, да, мир-то там все это вот, все вот этот вот бульон крутится, да, перерождается там, но я как личность там не буду жить, да. Если я как личность не буду жить, то все бессмысленно. Сама эта временная скоротечная жизнь, добро и зло, любовь и ненависть, свобода и рабство, все теряет всякий смысл. Разговоры вообще на тему добра и зла, любви и ненависти, даже свобода или несвобода или рабство не имеют вообще никакого значения. Если не принимать постулат, аксиому и сущность бытия, которой есть вечность, в жизни все бессмысленно, вообще все. Жизнь это вот так у некоторых кончается, да. Я с вами говорю, через минуту у меня может не быть. Я могу заснуть вечером и не проснуться утром. Я могу проснуться и не дожить до следующего сна. Вот и жизнь проходит. Если нет вечности, суда, ответственности, воздаяния, то ешь, пей, веселись, твори любое зло, все покроется забвением и все теряет всякий смысл. Какая тогда разница, как жить? Творить добро, делая мир светлее и радостнее, или делать зло, причиняя миру боль и страдания? Вы поймите, без вопроса вечности. А за вечности все цепляется. Вечность же не может быть вечным адом. Да. Мы все говорим, что есть либо вечный ад, либо вечное царство небесное, царство любви, да. Если мы признаем вечность, тут все одно сразу за другое цепляется. Есть вечность. Однозначно, при переходах из этапа, этап будет анализ, будет суд, если хотите, как угодно называйте. Будет переоценка в своей жизни. Оценка, переоценка, переосмысление. Будет воздаяние, соответственно. Если есть суд, значит есть моя ответственность, значит есть воздаяние. Это очень важно. Признание, непризнание вечности очень важно в жизни человека. Я бы своих детей или веренных мне в попечение обязательно воспитывал бы, прежде всего, в понимании вечности. В любых вопросах, чего бы мы ни коснулись, с какой бы темой мы бы ни беседовали. Потому что эта сущность пронизывает и мою жизнь, и его, и всего бытия. Это просто естественно говорить об этом, размышлять об этом. Какие действия, почему ты сделал так или так поступил. Все это пронизывает. Это должно быть не просто где-то там, знаете, я в душе в Бога верю, там в храм по воскресеньям хожу. Нет. Ты вечностью должен жить. Когда тебя, грубо говоря, там посадят в тюрьму, да, за истину, и твой ребенок спросит, ну а почему ты, почему ты не стал там убегать или там как-то свою жизнь, да, сохранять, свободу там. Ты скажешь, да потому что я вечен. А самое важное в жизни, светить мы с вами к этому еще подойдем, да. Потому что я вечен. У меня все будет. Никто не забирает у меня жизнь. Маленький ее этап забирает. В плане вечности моя земная жизнь вообще ничто. Вот головка от иголочки, да, от булавочной иголочки. Ничего вообще. Миллиметр на бесконечной линейке. Что такое временная, это скоропостижная жизнь, да. Она вот так, как я вам всегда говорю. Вот щелчок у меня длиньше, чем наша жизнь на самом деле в размере космоса, да, в размере бесконечности. Другой вопрос, другое мировоззрение, да. Если не вечен, то все понятно, да, все бессмысленно. А если вечно, но если Бог и все его творение вечно, мы свободны творить добро или зло, за все дела будет воздаяние, то жизнь приобретает полноту смысла. Этот смысл в том, чтобы быть абсолютно счастливым, то есть вечно и добровольно любить и быть любимым. Еще раз, то есть две разных вообще направления. Вечность или не вечность. Если вечность, если не вечность вернее, то все, вообще даже дальше разговаривать нет смысла. Ответственность, суд, добро и зло. Тогда ваш ребенок вырастет и скажет, вы знаете, у меня вот папа не верит в вечность, да, хотя я ему говорю, веришь ты не веришь, глаза закроешь, а жить ты останешься, да, только будешь себе локти кусать. Я ему тоже объясняю, если нет вечности, если ничего нет, ни суда, ни ответственности, тогда какая разница, я тебя сейчас по голове ударю и все мое будет твоим, все твое будет моим, да. Да я вообще-то мне просто надоел, да. Я специально привожу такие, знаете, всегда я люблю контрастные примеры, да, что я тебя сейчас по голове там ударю, убью там, и что, кто, кто скажет, что это хорошо или плохо, ты сам говоришь, тебя не будет, тебя червяки сожрут. Какая разница, опять сожрут раньше или позже? Ну какая разница, а кто мне будет предъявлять претензии, ты, тебя не будет. Кто-то в округе, ну в этой земной жизни, да, ну я сам может сдохну, что мне от того, что кто-то даже будет меня там предъявлять, что-то. Какая тогда разница, меня должны, как это говорят, мучить угрызения совести? Нет. А почему я тогда должен за тобой ухаживать там, как говорится, стакан воды подавать? Да если все сдохнем, какая разница, как ты сдохнешь, как я сдохну, зачем тогда все это? Вообще разговоры о свободе, о любви, о доброте, к чему они? Кто хорош, кто плох, какая тогда разница, все равно все покроется забвением, все равно канет в лету реку забвения Аида. Что тогда? Все бессмысленно, но если Бог, бытие, я как личность, все вечно, если мы свободны, сейчас мы к этому уже переходим, да, творить добро и зло, и за все дела есть воздаяние, то да, тогда моя жизнь, даже это уже временно, с этой точки обретает смысл. Тогда есть смысл любить, потому что только в любви я делаю счастливым. И в вечности быть счастливым можно только любя и быть любимым, по-другому нету другого средства. Поэтому очень важно, я бы о вечности со своими детьми говорил с первых дней, как только они способны стали разговаривать и понимать, да, и воспринимать эту информацию. Там не важно, я говорю, у всех разное развитие, в разном возрасте начинают, я не знаю, в три это, в четыре, в пять лет, ну где-то там. Не важно, когда мы просто начали уже общаться, не просто там слово «мама», «папа» сказал первый раз, когда начинают уже более сложные предложения, хотя бы больше трех-пяти слов в одном предложении. Да, я бы своим ребенком всегда говорил о вечности. Все вопросы жизни, как я в своей, применимы к своей жизни, рассматриваю сквозь призму вечности. Почему я так поступаю? Как бы я поступил бы в вечности? Как бы я поступил, зная, что я вечен? Точно так же я бы учил бы, показывая собственный пример своего ребенка, что так надо жить, что вечность – это просто норма нашей жизни. И начинается она не в посмертном бытие, а здесь сегодня. Вот я всем все время говорю, кто со мной сталкивается, они все, казалось бы, все думают, ой, до вечности все говорят. У нас все, у нас, сколько у нас верующих людей на земле? Да почти все, у нас атеистов не так много. Собери всех, иудеев, христиан, мусульман, да, буддистов тех самых, хоть они там и верят в какую-то непонятную вечность, но все-таки верят тоже. Кто не верит в вечность? Да кажется, не так много людей. На самом деле, в реальной жизни в нее не верит почти никто, я об этом вам много раз говорил. Просто в реальном общении, когда говоришь с человеком, выясняется, что в какую вечность он не верит. А если на словах и верит, то его поступки и мировоззрение в жизни, они не пересекаются, они говорят о том, что человек в эту вечность не верит на делах. Да, на словах да, 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 Иисус воскресе, да, все хорошо. А в деле-то? Говоришь, что ты живешь, как будто бессмертный, как это говорят, да. А он и живет вот так вот. Только там в другом смысле говорится, да, типа, скоро же сдохнешь, как пойдешь-то на великий суд. Вот, здесь то же самое. Поэтому, конечно же, это все должно пронизывать нашу собственную жизнь, наше собственное мышление, наши собственные поступки. И, конечно же, на словах мы должны говорить об этом со своими подопечными, тем, кто верен нам в попечение с теми детьми. Следующий вопрос. Свобода. Не вопрос, а сущность бытия, да. По мере возрастания ребенка по плоти, надо все больше и больше давать ему свободы по духу, да. Воспитывать не запретами, и по духу, вернее, и по плоти, все вместе, то есть, скажем так. Воспитывать его не запретами, а учением обысления того, что хорошо, а что плохо. И пусть он сам все чаще принимает самостоятельные решения, и обязательно, неся за них ответственность. Свобода – очень важный критерий жизни. Где нет свободы, там нет истины. Там нет ни любви, ни вечности, ничего. Быть из-под палки хорошим не делает тебя гражданином и наследником небесного царства. Несвободный человек, раб, он несчастлив и в этой жизни будет, и в будущей. И опять же, как он попадет в это небесное царство, будучи рабом. Это очень важно. Своих детей, вот опять же, от нулевого возраста, да, там у них ноль свободы, чисто по физическому состоянию. Что может младенец? Да ничего. Но потом он по плоти возрастает. Мы ему, мы, естественно, о нем печемся, мы с вами об этом уже говорили, об его теле. Он вырастает. Он стал способным брать сам ложку в руки. Он начинает сам кушать. Грехом будет, если вы будете ему этой ложкой, он уже сам, а вы все равно будете, нарушая его свободу, причем вот именно, сами его насильно кормить. Он уже стал способным попу сам подтирать, понимает, что это надо делать, может это сделать, он сам делает. Грехом будет, если вы будете нарушать его, можно сказать, свободу уже в этом плане, да. И что делать? Подтирать ему задницу там до какого возраста, я не знаю, до 20-летнего, до 40-летнего. Родители доходят, некоторые до такого безумия. Он вырастает, он способен становиться, зарабатывать, обеспечивать сам себя. Нужно отпускать его на эту свободу. Он способен делать сам какой-то поступок, выпить там алкоголь, да. Он уже осознает, вы уже все равно с запретом, как вы не запрещаете ему, носилком, он все равно это сделает. Надо дать ему эту свободу. И все, что вы можете от себя объяснить, что такое алкоголь, можно его пить, нельзя, сколько пить, что за этим последует. Какая ответственность пойдет на него, уже пойдет. А если он несовершеннолетний, то и на вас, что этим он сделает зло и себе, и вам. Если он будет не способен дать отчет за те последствия, да, что он там перепьет, еще может быть машину отца там из гаража украдет, поедет с дружками пьяной. Все, об этом надо просто говорить. Если человек что-то уже способен становится делать, надо давать ему свободу эту. И что? И говорить об истине. Если он уже лазит в интернете, а не там с трех-пяти лет, сейчас у нас дети уже за гаджетами сидят, да, надо просто объяснять ему, что хорошо, что нет, что истина, что ложь. Что является сущностью бытия, что является бредними предраслутками человека. Они сейчас и без вас все равно залезут уже в 12-13 лет, когда у них половой созревание начнет, они все равно будут видеть все это порно, как говорят, или еще что-то. Вы с этим ничего уже не сделаете. Какие вы там блоки не ставьте, они поумнее вас в этом возрасте, и они все найдут, как обойти. Купят себе отдельную симку, отдельный телефон, найдут как его купить, найдут где подработать, да, машины помыть, фары помыть на перекрестке. Они сделают это. Да, опять же, плохо это или нет, это уже другой вопрос, да. Вопрос, к чему это может привести? Надо просто разговаривать, надо из человека своего растить кого? Кого растить? Человека, познавшего истину. Если вы сами ее познали, вы можете помочь ему и ускорить этот процесс, и облегчить ему просто жизнь, где он набивать будет, не своей шишки не будет, точнее, набивать, да, и может пройти этот путь намного легче и быть просто более счастливым. Оскорее, если вы сами много чего в этой жизни хлебанули, вот и все. Ребенка того же самого. Когда он еще маленький, еще если он где-то что-то делает чисто инстинктивно, на физическом уровне, я не против там наказания в семье, как не физическое ни в коем случае, а это может быть воздействие, скажем, это вот именно ограничение-то свободы, да. Можно поставить в угол, можно запереть в комнате, можно лишить чего-то. Пока он еще маленький, вы можете это там делать. Ну и подросток там до какого-то уровня. Все это должно быть недолго, с объяснениями, чисто для вкушения, да, всего этих вещей. Ну, естественно, речь не идет ни о каком там применении насилия, домашнего там, как это говорят, да, насилия. Это ничего грубого не должно быть. Это чего-то лишение. Ну, понятно, дети там, это могут дети между собой поругаться, там, брат с сестрой, брат с братом, сестра. Если они там уж драться бросились, ребята, мальчики друг на друга, или там мальчики с девочкой тоже дерутся. Здесь-то, конечно, надо развести по комнатам, закрыть комнаты, вот, и наказать лишением чего-нибудь. Вот. Это, конечно, важно, да, но ни в коем случае никакие ни побои, там ничего такого не должно быть. Все это должно быть недолго, и все это должно быть с объяснением, вот и все. С объяснением, правильно, что от этого страдать будет просто сами. Ну, хорошо, вы что-то не поделили, разойдитесь просто, вот и все. Не любите, никто не говорит, что завтра надо прям супер-любовь испытывать. Может, там кто-то правда виноват, кто-то не виноват. Надо о всем разобраться, рассудить и как-то все это привести к миру. У нас нет, как минимум, никогда нельзя совершать зла. Я об этом много раз всегда говорю. Есть нулевая планка, да, вот, ниже нее это тобой, это творение зла. Сколько уж ты там в любви сделаешь, это уже твое добровольное дело, желание и воля. Как уж там будет получаться. Вот. Поэтому о свободе надо понимать. Когда-нибудь этот человек все равно вырастет. Что толку-то? До 18. Таких случаев в истории, может, у вас в окружении есть такие люди, когда вот растят вот так в запрете, да. А потом либо этот человек во все тяжкие, этот ребенок, подросток, там, молодой человек или девушка бросается. Либо просто неспособен к миру, либо мир его ломает, либо еще там что-то и так далее. Я полно знаю случаев, вот я курил, да, с 10 лет, с 3 класса курил, вот, до покаяния, до 27 лет, там, 100 раз бросал и все такое. Стоило мне покаяться, я бросил и никогда больше к этому не возвращаюсь. Я знаю полно примеров, когда в окружении, в моем, ни в школе не курили, даже, ну, лет до 20, школу, там, 16, начинали в 25 лет. Я бросил, когда в 27, по Божьей милости, и такой счастливый был, что я от этого избавился. Хотя мне казалось, что я уже никогда вообще там не брошу. Думаю, а да все уже, как многие, смирился, что-то, ни повода, ни желания. А внутри всегда хотел, на самом деле, мне все это не нравилось. Сказал бы, столько лет куришь, а самому это вообще не нравится. Так я видел людей, когда мне это даже тайда, хоть я сам и курил, но я понял, что это просто какая-то отрава и хадость, да. Вот, не то, что там грех какой-то, да мне самому неприятно, ничего в курении вообще хорошего нету, да. Вот, и удивлялся, но людей, которые там в 25 начинали курить, там, в 30 лет, думаю, зачем тебе это надо. Ладно, мы там, правда, все это в детстве, в юности в это вляпаемся, там. Потом не знаем, как бросить. Тебе-то зачем в 25, казалось бы, ты уже вырос. Да потому что люди вот так вырастают. Многие вырастают, грубо говоря, почему там в семье проблемы тоже. В 16 замуж выйдут, в 18, в 20 она ничего не видела, детей сразу нарожает. А потом ее в 40 там гулять тянет, потому что она жизни не познала. Это тоже все очень важные такие моменты, знаете. Бежим вперед паровоза. И вот если ты будешь именно в запретах, а по сути человек сам себя потом в этот запрет ввел, да, сделал несвободным тем самым там оковыми браками и прочие вещи, да, то что ты будешь? Потом все равно это когда-нибудь выплывет. Поэтому, конечно же, важный критерий в жизни – это свобода. Как я вам сказал, там очень легко эти два столбика всегда по ним анализировать. Да, пока это младенец, вы ему можете что-то изобретить. Младенец пока из своих, если это выбраться, не может. Или там, как это называется, кроватка с ограждением, да. Он еще просто маленький. Вы как бы ограничите его свободу? Да, ну потому что он просто ударится, упадет, он еще маленький, да. По мере возрастания мы даем ему свободу. И главное эти вещи всегда не перепутать, всегда держать руку на пульсе. И чем ваш ребенок выше становится, тем надо больше давать ему свободу. И это будет естественно обуславливаться физиологией. Он может это сделать, все. Вы уже не сможете ему запретить. Вы можете формально запретить, ради собственного спокойствия, что у вас такой вот хороший ребеночек растет. Это сам обман будет. Если вы ему это просто запретили. Если вы смогли сделать так, что он в это поверил, хотя бы в теории от вас это узнал, а там уж он сам будет выбирать, как он будет в жизни вляпываться, ваша совесть и так будет чиста. Чем раньше это произойдет, то уж если там, как говорится, на роду написано, судьбой ему этот урок жизни должен преподнести быть, то что бы он там ни сделал, куда бы он ни вляпываться, лучше это будет что-то раньше, и раньше возможно закончится. Возможно даже на ваших глазах будет увидеть. Поэтому, конечно же, запреты ни к чему хорошему не приводят. Должна быть свобода, и что? И воспитание в истине, в разговорах, вот в этих вот обо всем, об ответственности, о том, к чему можешь какое-то зло там привести и так далее. И наоборот, что тебе даст доброта и любовь, и правильные поступки, и прочие вещи. Нормальное состояние, образ жизни и так далее. Надо показывать, надо начинать всегда с конфеты. Так жизнь устроена, так Иисус проповедовал. Все пророки, все апостолы, так все родители поступают. Сначала говорят, сходи вот, да, сдачу себе оставишь, сходи в магазин, да, помните, как нам в детстве. А вот если не пойдешь, ну тогда что, ну останешься, помните, как мама там, да не хочу идти, посылает перед обедом, хлеб закончился. Да я не хочу, ну не хочешь, ну будем без хлеба все есть. Сначала конфеты, потом палкой. Ну что, тут палка в чем? Ну и я, мама тоже говорит, да я тоже, что да, ты не хочешь, сынок, идти. Ну все, все будем наказаны, все будем без хлеба там есть. Вот и все. Так что все очень просто. Свобода это обязательно тоже условие. Ну и третья любовь, куда же без нее. Самое важное. Давайте сначала зачитаю, потом своими словами скажу. По мере возрастания ребенка по плоти, надо все больше и больше из его родителей превращаться в его друга. В идеале, ко времени половозрелости и совершеннолетия ребенка, родитель, опекун, хотите через дефис, хотите как угодно, я все время говорю, что речь идет об опекунах, неважно, ваши дети, нет. Ребенок, и совершеннолетия ребенка, родитель, опекун должен стать ему полноценным другом, которому он целиком и полностью доверяет. Потому что родитель открыт и добр, желает ему счастья. Это нужно для того, чтобы далее, после достижения совершеннолетия по плоти, на его пути достижения совершеннолетия по духу, в любви ко всему творению Бога, быть ему верным товарищем, помощником, опорой и даже путеводителем. Пастухом и учителем, если он того пожелает, ибо учитель не тот, кто тебя учит, а тот, у кого учишься ты. А когда ребенок уже сам, как и вы, когда-то достигнет совершенства любви, то вы станете друг другу не просто друзьями, а единомысленными и единодушными братьями и сестрами во Христе истине и любви. О чем я хочу, это самое важное, что я хочу вам сегодня сказать из всего этого. Вот мы воспитываем своих детей. И у многих родителей бзик, а если не у 100%, да почти, у 99% бзик, что это их дети. Эти дети когда-нибудь становятся такими же, как и мы. В Царстве Небесном не будет никаких ни родителей, ни детей, ни дедушек, ни внуков, ни прадедушек, прапрадедушек, ни праправнучков и внучат. Там будут все одинаковые, мы будем все равны друг другу и ощущать себя будем равными. Чтобы попасть в это Небесное Царство, нужно уже здесь, в этой жизни, так себя ощущать. Потому что, как Иисус сказал, то, что мы здесь свяжем, сошьем, какое Небесное Царство, такое нас и там будет ожидать. Здесь нужно дойти до всех этих состояний. Здесь нужно дойти до этого состояния того, что мое чадо, даже пусть мною рожденное, уж не говоря о том, что себе у приемных детей взяли, что это не мой ребенок. Это просто человек. Посредством меня, лишь как, так скажем, сотрудничеству с Богом, да, посредником, этот человек как бы пришел в мир, вот и все. Но он пришел бы не через меня, а через кого-то еще, да. Не через кого-то еще, так Бог из камней может детей сотворить. Он может опять из праха земного каждого человека родить. Мы бы из капусты появлялись бы, если Богу было это угодно. Это не просто мой ребенок, это просто человек, такой же, как и мы, как и мы когда-то родили с своих родителей, вот и все. Но когда мы вырастаем, приходим в полноту познания истины, те, кто достигает этого, знают, что у него нет никакого детского чувства к своим родителям. Они становятся просто такими же, как ты. Многие из тех, кто достигает полноты познания истины, святости, совершенства в истине и любви, тут многие перерастают своих родителей, еще учат своих родителей, да, этой истине, этой полноте познания истины. Это говорит как раз о том, о чем нам это свидетельствует, что вот именно плоть не пользует немало, ничего не имеет значения, никакой ни возраст, ни кто от кого родился. Главное, кто есть в отношении шкалы совершенства в этой земной жизни, чего он достиг. Пришел ли ты к полноте познания истины в совершенной, равной, нелицемерной, да, этой любви ко всему творению Божьему? Ощущаешь ли ты себя с ним совсем наравне? Являешь ты сам ровней всему этому существу? В идеале, когда вы воспитываете своих детей, вот все, о чем вы рассказываете сами, познав эту любовь, свободу, вечную жизнь, ваш ребеночек возрастает к тому моменту, вы ему даете, чем больше вы свободы даете, чем он созревает, доходя до этого совершеннолетия и полувозрелости, вы отдав ему вот этот миг полнота свободы, когда вы ему даете, он уже сам по сути ее берет, он берет там, из дома уже может уйти, устроиться на работу, снять себе там квартиру и так далее, да. Именно этот момент и будет говорить о том, что он, что достиг к этой точке, вы должны подойти к кем, этому своему ребенку, другу. Это очень важно. Если вы хотите не просто не потерять, понятно, у нас основное масса общества, у нас все там как-то маму, папу бросишь, нет. Ну, конечно, у нас общаются, мы все общаемся с своими родителями, да, как бы. Ну, это чисто формальное общение. Кто из вас может сказать, что отец или мать является ему настоящим другом? Он со всем с ним делится, что они прям дышат, как Павел говорит, одно сердце, один ум. Да, ведь у нас есть же такие друзья в реальной жизни, ну, дай бог, если есть, да, если мы сами достигли полноты познания истины. И у нас в окружении кто-то есть, достигший полноты познания истины. Да, мы единомыслим и единодушны, да, мы души друг друге не чаем, и мы радуемся общению друг с другом, потому что мы одинаковые, нам хорошо друг с другом, мы все понимаем, если бы мы там жили рядом, кто-то живет рядом, кому-то еще везет, кто-то нет, пусть мы на расстоянии общаемся, но мы знаем, что в Тарстве Небесном, мы, когда там окажемся, мы будем счастливы, потому что мы одинаково мыслим, одинаково поступаем. Конечно, ты пацифист, твой отец милитарист-убийца. Какое общение с Светой, с Отьмой? Как вы будете общаться? Ну, формально вы там можете поддерживать отношения. Что? Твой отец убивает, а ты там, будучи пацифистом-активистом, за решеткой сидишь. У вас радостная жизнь, вас ничего не связывает. Да, вы можете внешне, как это говорят ради проформы, этикета мира, там поддерживать какую-то связь, даже позвонить на дне рождения, друг друга поздравить, или, да, ты будешь папу до бесконечности пытаться переубедиться, переубедить, чтобы он перестал убивать людей, а он будет сыночка-дурачка пытаться переубить, чтобы он любил родину и там шел защищать ее, да. Будут они испытывать радость от общения друг с другом? Нет. Поэтому самое важное, это к совершеннолетию и полувозренности в своих ребятках, его самостоятельности, вот эта, когда он вырастет, когда вы поможете ему вырастить, я говорю, не делая его маменьким, там, сыночком и папенькиным, да, он вырастет, к этому моменту, а это тоже вот так вот не произойдет, знаете, бац, и ваш сынок или дочка, вот такие друзья вместе с вами. Если вы их будете правильно воспитывать, если вы будете с детства, давать им понять, что вы равны с ними. Если вы будете вот это, я говорю, поначалу где-то там, в соразмерности с возрастом применять эту, где-то там что-то лишить, как я говорил, уже наказать в правильном смысле слова, без всяких там физических насилий, да. Потом это все будет уходить, когда он становится способен сам по физическому развитию что-то делать и нести за это уже ответственность. Вы будете все это отпускать, делать его свободным. Вы сами увидите, как это будет происходить, что вы будете становиться с ними друзьями. Да, ваши дети могут пойти не по тому пути. Это тоже очень важно. Не надо думать, что если вы будете, вы сами достигли полноты познаний истинной, даже детей ваших будете воспитывать в полноте познаний истинной, и что они не пойдут по кривой дорожке. Если вы оставите их свободными, а рано или поздно, оставите вы их или нет, они все равно встанут ими. Хотите вы или не хотите. Когда они придут в физическое зрелость, они все равно освободятся от вас. Потому что они просто физически могут это сделать. И никто не говорит, что если ваш отпрыск, или подопечный стал просто каким-то негодяем, вы должны с ним в десна целовать. Нет, там будет все работать то же самое, что и с любым грешником. Где-то вы кого-то отстраняете, отодвигаете. Но если у вас все более-менее, то надо, естественно, что к этому возрасту стать друзьями со своим ребенком. Хотя бы хорошими знакомыми. Видите, на какую планку я спускаюсь. Это очень важно, потому что друзьями встать, это по сути вы уже стали единомысленные, ненадушные. Но им еще предстоит целая жизнь, череда проб, ошибок, всяких поступков, за которые они будут жалеть, и которые будут их наоборот приводить к полноте познания истины. Это все очень тоже важно, но без свободы никуда не денешься. И поэтому сначала хотя бы надо стать для них хорошими, чтобы они приятелями, чтобы они не просто звонили, а, ну как мама, папа дела, нормально, ну ладно. Ну там поговорили о богороде, о зарплате, о работе, о внуках и прочие вещи, о маминой работе, о папиной выслушали, о соседях обо всех все узнали. А дальше-то что? Это очень важно. Друзья им вы станете не сразу, а когда они тоже придут к полноте познания истины. Но они никогда не придут, грубо говоря, если вы им не поможете, но они могут и без вас, конечно, прийти, это понятно. Но если вы познали, и все, что возможно, чтобы они познали, делали в детстве, то шансов, что они познают, намного больше, шансы резко увеличиваются. А если вы будете сами праведно жить, сами быть при вас полноте истины, как я сказал, может быть, может быть, вы станете для них путеводителем, пастухом и учителем, какие угодно тут эпитеты применяйте, все они будут верны, да. Я вам об этом много раз говорил, я думаю, что все уже запомнили, эту фразу очень важную, такую мудрость древних, это учитель не тот, кто тебя учит, вот как у нас в школе из-под палки поставили, якобы он учитель, он мне не учитель, я его не выбирал. Учитель тот, у кого учишься ты. А вот если я сам увидел супермастера, пришел к нему, говорю, как, помните, во всех китайских, японских фильмах, про всякое там, карате и кунг-фу, мастер, мастер, научи меня. Да, вот так и это. Учитель это тот, которого ты называешь учитель, у кого учишься ты сам, по собственному желанию. Это только учитель, а не тот, который тебе из-под палки над тобой поставили. Или ты не учитель, это цербер, которого над тобой поставили. А тебя к нему прилепили, привязали ниткой, да? Так же и здесь. Да, сначала вы будете такими церберами из-под палки учителями для своих детей до их плотского созревания. Но когда они созреют плотские, вы должны к этому точке, к этому моменту подойти так, чтобы вы были для них примером, пастухом и учителем уже сами по себе. И чтобы они свободно за вами шли, свободно к вам тянулись, чтобы им хотелось с вами пообщаться. Конечно, надо самому пребывать в полноте познаниястины. Как он с вами в 18 лет будет говорить о сексе, там еще о чем-то, делиться опытом, задавать вопросы. Если вы сноб, если вы сноб, у которого в СССР секса нету, это плохо, то плохо, платочек надо носить, спать ни с кем нельзя, до свадьбы, и прочее, и прочее. Как он с вами будет об этих вещах говорить? Нет, надо самому пойти в полноту познания истины. Что секс такое же удовольствие, как и все остальное, и можно спокойно им заниматься, да. Может попробовать там или сям. Как он будет с вами разговаривать? Да никак. Как он будет с вами за ту тему, за сю разговаривать? Как он будет с вами делиться по работе? Тут получается плохо, искренне делиться, да? Что весь мир говно, тут кидают, тут это. Если вы сами бьете ему палкой по голове, нет, то должен на заводе от Адая пахать целыми днями, несмотря на то, что там прессует, никогда слова не скажи, да, своему начальнику, пусть я там даже. Нужно одну профессию выбрать, ничего не пробовать больше. Он будет с вами делиться? Да, конечно, нет. Так что вот так вот. Вы знаете, такая есть статистика, понятно, все это лежит на бумажке, наверняка, практически, очень редко вообще самоубийцы так называемые оставляют записки, вот как говорят, предсмертные. Знаете почему? Потому что этим людям некому ничего больше сказать. И причем, почему люди уходят, никто не знает, даже самые близкие. И очень часто, я просто это на личном опыте знаю, так тоже, да, со мной просто делились, у кого вот так люди уходили, добровольно, так скажем, что не знали, почему, и дивились, и не могли дать ответа сами себе, почему, я его знал так хорошо, мы общались, все, он никогда ничего такого не говорил. Ведь человек не принимает это решение вот так вот. Это я вас точно уверяю, потому что вы такие же, как я, и такой же, как вы. Это решение не приходит спонтанно. Ну, оно как бы мимо приходит, когда ты уже о факте это совершаешь. На самом деле, человек об этом думает постоянно и очень давно, если он это делает. потому что на это решится, это как, как говорят, самоубийство, я говорю, это подвиг или трусость, да. Тоже извечный вопрос. На него не так просто ответить. На самом деле, все зависит от цели. Тогда, да, это может быть и трусостью, и может быть подвигом. Так что, вот так вот, поэтому, можно дойти до такого, да, потом делиться на своих детей. Как это он так ушел, ничего не сказал. Мы так и живем. Я говорю, посмотрите, многих из вас, вы сами со своими родителями являетесь друзьями. Я думаю, что если из моих даже, кто меня слушает, поделится, я думаю, что один на тысячу, может, если и скажет, что да, у меня не просто там хорошие отношения. Родители, мама там, папа, мы общаемся. Нет. Вы можете назвать их друзьями своими. Самыми настоящими. Ведь, ведь заметьте, сам абсурд, и вообще вдумайтесь в это, это же разные люди, вот, ребенок и родители, живут под одной крышей много лет. И приходит время, когда они не то, что не живут под одной крышей, они видеть-то друг друга, говорю, не особо хотят. С друзьями мы встречаемся постоянно, созваниваемся там, да. Казалось бы, ты столько лет прожил с этими людьми, вы идеально друг друга знаете. Я сейчас не беру вот эту кровь, там, это моя папа, нет, даже просто вот так вот. Почему родители с детьми не могут в одном доме ужиться? Очень важно. Потому что они вот именно, они не пришли. Если они придут оба к полноте познания истины, они смогут, грубо говоря, на двух квадратных метрах вместе жить. Да. Ну, вы поняли, конечно, такой пример чисто формальный. Вот. На двух квадратных метрах, понятно, и одному жить невозможно. Вот. Но эти люди могут пережить любые там скорбные обстоятельства и прочие-прочие вещи. Так что вот так вот. Надо достигнуть того, чтобы когда он придет, да, он, он, он к 18, к полозрелости, там, к телесной зрелости, когда даже начнет сам там зарабатывать жизнь, он не станет сразу совершенно в познании истины. У него еще своя жизнь будет предстоять. Но я говорю, в идеале, чтобы он вообще, вы для него были пастухом, путеводителем и учителем, путеводной звездой этой, да, это очень важно. Есть шанс таким стать, да, надо самому быть в полноте познания истины, любви, свободы и вечной жизни. Так что вот так вот. Вот и все, о чем нужно засвидеть к своему ребенку. Об истине. Может быть, кто-то возмутится, как христианин, не говорю об Иисусе Христе. Конечно же, я здесь кратко уж скажу, просто я вам напомню фразу Иисуса, который сказал, что даже хула на Сына Человеческого, то есть на Христа, проститься человеку, но не проститься, хула на истину. Именно поэтому я начал и с этого, с истины, да, с Духа Святого, как Иисус выразился. Хула на Духа Святого, на Бога. Просто, возможно, этот ролик будет смотреть не только христианин. Дело-то не в Иисусе Христе. Конечно, если вы христианин, это однозначно. Вы воспитываете в христианстве, показываете пример Христа как пример любвеобильной, свободной, вечной жизни. В нем все это есть, в Евангелии все это есть. Это, конечно же, как христианин, понятно. Но и просто отдельно можно тему затронуть, да, там, христианское воспитание. Хотя, как Витя ей сказал, что ты будешь воспитывать в истине, ты и так будешь воспитывать христианина. И прежде всего, ты должен не в Евангелии ему тыкать, конечно же. Я об этом не раз, кто так слышал в моих других видео, я говорил, конечно, я бы даже младенцу своему почитал в Евангелии. Потому что тем более учил бы читать по Евангелию своего ребенка. Обязательно потом бы еще раз его там в каком-то возрасте попросил бы прочитать. Хотя бы попросился, он сам не тянется. Уж тем более там в 12, в 13, в 18, я бы все равно сказал, ну, прочитай, если бы он до этого вдруг какой-то причин, хотя мы уже с детства бы всю эту историю бы с ним наизусть знаем. Пусть теми, в тех Евангелиях, которые до нас дошли через все эти нагромождение всех этих сект и так далее. Конечно, один раз в жизни надо хоть как-то его попросить, убедить ради себя, так скажем, принудить вот таким мирным способом это сделать. Что хотя бы он познакомился с истиной, познакомился со Христом. Это, конечно, потому что как вы будете там, где он, если вы все хотите быть в одном месте, конечно же, без Христа нет другого пути прийти туда, где сам Бог. Это очень важно. Я просто начал с очень важного, говорю, при желании, конечно, как Иисус сказал, лишь бы добро делали. Всякое, меньшему сотворил, мне сотворил. Это очень важно научить в жизни ребенка своим этим постулатам, этим аксиомам жизни, этой вечности, свободы, любви. А так-то, да, конечно, Евангелие я бы своему ребенку читал бы с детства. Не понуждал бы, не принуждал бы. В детстве бы он сам ко всему все равно тянулся. Я бы на этом Евангелии его бы воспитывал, конечно же. Но опять же, Иисус, я бы показывал Иисуса, вот именно, который воплощает, так скажем, эти три сущности бытия, как Бог, которым он и является. Это вечность, свобода и любовь. Все это в нем совместимо. Я бы читал вместе с ним, комментировал, толковал бы. Ребенки, дети, вот с этого трехлетнего, четырехлетнего возраста, они же как губки уже, сознательные такие губки, губки. Они уже все слышат, все понимают, все осознают. Они еще тянутся, они тянутся очень сильно к своим родителям, опекунам. Да. У вас не так много времени, чтобы вот это вот дать ему добровольно, заинтересовать его вот так вот, да, именно таким вот доброй, это любовью заинтересовать, потому что вы будете просто подавать, вот, так скажем, ставить его в условия выбора без выбора, да. Что он там, ребенок понимает в три года, ты ему говоришь, давай сказку там почитаем. Ну, давай, открываешь им Евангелие и читаешь, да. Какие-то добрые книжки, того же самого «Алхимика», вы знаете, там, романы эти уже такие, они абсолютно невинные, там, можно читать их и детям. Куда приводят мечты, кажется, там, книги для взрослых, романы. Нет, их вполне можно читать и детям. Я бы читал бы. Вот так вот, поэтому, конечно же, ну, я бы своего ребенка, конечно, христианином воспитывал бы, но, вот, через призму сути бытия. Так что, вот так вот. Никого бы не крестил, естественно, ни в каком возрасте. Вот, он должен был это сам сделать. Я бы даже не наставил, не намекал, я бы вообще ни разу в жизни не произнес бы ничего, о крещении бы не сказал, пока он сам бы не задал этот вопрос. И то сказал бы, что это чисто обряд, нужным тебе нет, и решай сам. Главное, чтобы ты рос праведным, жил праведно, да, и все. Все остальное не имеет вообще никакого значения. Ибо давать отчет о своей жизни мы будем только за свои дела, за свою сущность, тем, кем мы стали. Стали мы богами или нет? Стали мы совершенными в любви ко всему творению Бога или нет? Вот так вот. Естественно, как я вам сказал, это тут можно говорить тоже до бесконечности. Пожалуйста, веганские сказки у меня есть на канале. Да много чего можно было почитать. Естественно, это воспитывать в любви ко всему Божьему творению. Конечно же, детей надо воспитывать в пацифизме, в космополитизме, в веганстве, да, в любви ко всем людям, в любви к жертвенным врагам, даже стоять за истину, за свободу, никогда от нее ни при каких условиях не отрекаться. Но во всем надо говорить и в свободном слове, соответственно, фильмы, видео, все, что вы сами потребляете. Вообще, просто как вы будете жить, вы все равно будете естественно делиться с ребенком. Будет это видеть, видеть, что вы смотрите, подходить к вам, это же просто естественно будет. Если весь ваш дом, какие-то картины, ведь все наше внутреннее мир, он проявляется внешне. Это майки там у тебя, может быть, расписанные, как у меня вон, татуировки или еще что-то. Они все говорят, да, мой бы подопечный, родной или приемный ребенок, он бы видел все это на мне, все равно бы задавал вопросы бы. Да, вот вам повод обо всем этом поговорить. Если бы у подростка появилось желание что-то, христианскую тату, какую-нибудь сделать, я бы ему и в 13 лет позволил бы. 14, 15, 16, когда бы он захотел. От нехристианской я бы, конечно, от недоброй какой. Ну, или, конечно, с простой, там вот животные, что-то такое. Ну, это, можно сказать, доброе. Все же, что я с добротой, с христианством, я бы его не отговаривал. Если что-то такое его потянуло куда-нибудь не очень, я бы его просто предупредил, что они не смываются. Вот и все. Так что, вот так вот. Поэтому, да и как я его буду отговаривать, я сам весь такой, да, если я считаю, что это хорошо. Мы все равно своим примером будем им светить, прежде всего. Поэтому, как я вам начал этим и заканчиваю, прежде всего, надо самим достичь полноты познания истины, как получается, как говорят, ради собственных детей. На самом деле, это надо ради собственного счастья, самого себя, прежде всего. Да, сотвори и научи. Ты никогда никого не сделаешь счастливым, если сам не сделаешь счастливым, не станешь. Ты никогда никому ничего не научишь, если сам ты этому не научился. Все это об одном и том же говорится в тех или иных формах и высказываниях. Ну, вот так вот, как я вам уже сказал, по полочкам все это можно до бесконечности разбирать, можно разные темы, вот именно, конкретно там, какую литературу для детей, видите, я все так по кусочкам затронул, я давно мечтал, видите, Бог так управил, несмотря на мое уголовное преследование, я все еще на свободе и пишу ролики. Давно хотел всеми этими мыслями поделиться, пусть пока в общей форме, вот, но у меня так многие темы начинались, теперь есть отдельный плейлист, странички на сайте, если у меня будут приходить какие-то мысли, желание в голову что-то, какую-то тему более подробнее разобрать, как я потом делаю, все это просто дорабатываю и просто добавляю, вкрапляю уже там на ютубе плейлисты, доформировываю, теперь на сайте много пишу, все это будет доделывать всякие разные разделы, всякие разные вопросы, если у вас какие-то остались мысли, размышления, или вы считаете, вот как раз эти темы надо что-то обсудить, пишите в комментариях, я на все всегда стараюсь отвечать, в письменной форме, если есть такая возможность, и вопрос интересный, комментарий, я записываю даже дополнительные ролики, поэтому если вы считаете, что нужно что-то, какую-то тему более подробно развернуть, что-то я не досказал, то пожалуйста пишите, если будет на это воле божьей, я все это сделаю, ваши комментарии, критика, можете все писать, я все читаю, можете писать под ютубом, в личку, куда угодно, я всегда открыт для общения, все мои контакты абсолютно всегда есть под роликом в описании к каждому видео, ну на этом у меня все, я с вами прощаюсь лишь до следующего ролика, который будет о ювенальной юстиции, мы с вами добрались, обязательно лепите лайки, кому нравятся мои видео, считайте их полезными, отрадными, назидательными, делитесь им на своих ресурсах, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok